Всем большой-большой привет! С вами Татьяна, и вы на канале Семья на море. Вчера мы приехали в Москву и остановились в гостевом доме Вострякова. Сегодня хочу вам о нем рассказать, показать, какая здесь территория, что здесь есть в этом гостевом доме, показать номер, где мы ночевали, и все-все-все подробно вам рассказать. С левой стороны от меня, собственно, сам гостевой дом, есть первый, второй и третий этаж, парковка. Здесь можно поставить свой автомобиль, комфортно. Посмотрите, вся парковка занята. Мы тоже здесь припарковали свой автомобиль. Пойдемте посмотрим, здесь есть детская площадка. Наши детки уже на ней играют. Вот такой батут. Здравствуйте! Так, друзья, смотрите, Алиса у нас стреляет из лука! Алиса уже, смотрите, как далеко отошла от мишени. Давай, Алиса, в десятку! Молодец! Браво! Итак, друзья, мы подошли сейчас к детской площадке. Тут наши детки. Сашка прыгает на батуте, Алиса стреляет из лука. Вместе с хозяином гостевого дома Юрием. Давайте будем с ним знакомиться, и подробно он нам расскажет про этот гостевой дом, и что здесь есть интересного. О! Да! Здравствуйте! Какая встреча! Ой, смотрите, какая собачка крутая! Ой, ты моя сладкая! Как ее зовут? Это Белка. Это ваша? Да, это наша звезда. А стрелка есть? Есть ее муж Снежок. Смотрите, на площадке есть батут, есть качельки, такая вот горка, и также здесь есть зона барбекю. Зона дартс. И зона дартс. Кстати, это очень удобно. Вы жарите вечером шашлычок, а ваши дети под присмотром играют на площадке, прыгают на батуте, находятся в зоне вашего взгляда. Снежок! Не нужно, нет? Понятно, понятно. Он все равно. Я Белка. Смотрите, какая я Белка. Звезда. Звезда. Ну ты красотка. Ой, какая красотка. Медвежонок такой, медвежонок! Давай. Раз, два, три! Молодец. Почти, молодец. Велосипедики для деток. Вот такой, трехколесный, где ребенок сам может покататься, либо вы его можете покатать. Итак, друзья, мы попросили Юрия ответить нам на несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, про ваш гостевой дом. Вот мы ехали по пути в Европу, выбрали ваш отель, потому что он находится территориально удобный для нас. А какие люди еще выбирают ваш отель? Для кого он больше предназначен? Значит, наш основной клиент – это большие семьи с детьми. Так как у нас очень большие есть номера, приспособленные, чтобы двое-трое деток было. И есть детская площадочка. И вообще у нас все заточено для вот такого отдыха транзитного. Рядом с нами находится трасса М4, вот, аэропорт Домодедова. И все путники, которые следуют на море, сейчас открыт сезон. И им очень удобно у нас остановиться, потому что буквально 100 метров М4, и люди подъехали, переночевали и поехали дальше. Еще одно у нас направление, наш гостевой дом, у нас есть парковка. То есть много туристов приезжают к нам на машине на своей, паркуют ее. У нас очень недорогая парковочка, 100 рублей в сутки всего лишь стоит. Вот, и оставляют у нас автомобиль на стояночке. Вот, прям можно перед гостиницей. У нас есть еще несколько территорий. Вот, и мы их отвозим на вот этом шикарном автомобиле. Если очень большая семья, то, пожалуйста, есть... Ого, какой вместительный! Да, здесь детские кресла можно поставить. И заселить очень много детей. Итак, друзья, получается, что вы можете приехать сюда на машине в Москву, поставить на парковку сюда свой автомобиль, и комфортно доехать на таком автомобиле в аэропорт и полететь в какую-нибудь страну. Либо наоборот, поехать погулять по Москве и дальше отправиться в путешествие на автомобиле. Очень удобно расположен отель. Посмотрите, у него 8,8 на Booking.com. Это прям гордость! Вот такие... Такая оценка на Booking.com и у этого гостевого дома. Варим борщи украинские. То есть люди, которые приезжают из Таиланда, они накидываются на это просто... Говорят, ага, борщ! В общем, это... Но фишка нашего завтрака, это, конечно, сырники. Да, мы сегодня их, кстати, попробовали, были очень вкусные. У нас приходит суперповар, готовит сырники, лепим пельмени сами, никаких покупных. Что важно отметить, что рядом с нами есть станция электрички. Станция взлетная называется. И до нее идти 5 минут. То есть можно сюда к нам приехать, остановиться, разместиться, съездить в Москву погулять, съездить на Красную площадь. В общем, чтобы не стоять в пробках, если вы на машине, машинку можно оставить у нас. И съездить налегке, на электричке погулять. И, вернувшись сюда, вечером опять переночевать. И на следующий день, в течение 10 минут, вы будете в аэропорту. Очень важно, учитывая московские пробки, понимать, что вы не опоздаете на свой рейс. И всегда вовремя будете в аэропорту. В общем, это очень большая заслуга у нас, что мы здесь так рядышком со станцией и с аэропортом Домодедово. Хорошо вы расположились. Так прям 5 минут сел на электричку, раз в Москве погулял, раз вернулся и полетел. Или дальше поехал. Итак, друзья, мы находимся на террасе, рядом с нашим номером. Сейчас я хочу вам его показать, поделиться, где же мы остановились. Посмотрите, здесь как красиво. Здесь вот есть вот такой уютный уголок, где можно посидеть, отдохнуть, почитать книжку. Детки ваши могут здесь покачаться, например, как наши. Смотрите, шторки в виде ракушек тоже могут заинтересовать ваших деток. Ну и посмотрите, здесь вот такая веранда в виде коридорчика. Здесь есть диванчики, столики со стульчиками, можно посидеть, выпить кофе. Есть кулер. Ну и просто отдохнуть, посидеть на природе, выйдя всего лишь из своей комнаты, из своего номера. Ну что, давайте пройдем наш номер. Вчера я вам чуть-чуть показывала, а сейчас покажу побольше, расскажу, что же в нем есть. Заходим. Приглашаю вас к нам в дом. Смотрите, какой просторный, большой номер. Когда мы заселялись, нам сказали, что в большинстве своем здесь в основном такие номера, семейные. Смотрите, здесь есть двухспальная кроватка, на которой спали мы с Алексеем. И вот такой диванчик. Мы его разложили. Он раскладывается еще на одну такую полочку, и здесь могут спать полноценно два взрослых человека. Но мы для деток достаточно двух половинок, и здесь они у нас комфортно поспали. Также в номере, во-первых, вот такой потрясающий вид на море. Очень оригинальные фотообои, придают такое пространство номеру. Ну и такой уют, и просыпаешься с видом на море. Также есть, что немаловажно, столик обеденный, где можно покушать. Мы вчера заказали, вечером здесь есть меню, детское и взрослое. Заказали ужин, здесь комфортно покушали, нам принесли прям в номер. Также здесь есть вот такая вот зона. Давайте назовем его как кухонная, такой уголок. Здесь есть чайник, здесь есть тарелочки, вилочки. Также можно попить чай, предоставляется чайные пакетики, кофе, сахар, кружки, чтобы можно было попить чай, кофе после дороги или утром на завтрак. Очень удобно. В этой части номера есть холодильник. Он функционирует. Мы вчера купили йогурт и поставили. Утром на завтрак съели йогурты. Также здесь есть несколько окон с боковым видом, с видом на террасу. Сейчас мы закрыли, потому что очень сильное солнышко. И там возле деток тоже есть окно. То есть комната такая светлая и уютная. Также очень комфортно расположен телевизор. Он находится между двух спальных зон. Ты можешь посидеть на диване, либо детки у нас там спали, посмотреть телевизор. Также можно посмотреть телевизор, лежа в кровати перед сном. Очень удобно. Что хочу отметить? В номере очень много розеток. Их большое количество. Всем хватит, чтобы зарядить свои телефоны, подключить компьютеры, ну и всевозможную технику. Это огромнейший плюс этому номеру. Давайте перейдем, посмотрим в ванную комнату. Но что я еще хочу отметить? Посмотрите, какие двери. Очень качественный ремонт. Все сделано с душой. Такое красивое, подобрано стильно. Нам очень здесь понравилось. И все новенькое. Давайте пройдем, посмотрим нашу ванну. Когда я зашла сюда в первый раз, у меня был большой восторг, потому что ванная комната очень большая, просторная. Здесь не надо толкаться, когда утром ты чистишь зубы, а кто-то моется в душе. Посмотрите, какая душевая кабина. Она тоже большая. Ничего никуда не протекает комфортно. Две лейки. Можно как стоим мыться, так и поливать себя из душа. Все чистенькое, никакой плесени. Все швы белоснежные. Ну, унитаз. Что немаловажно в ванной комнате. Есть вот такая батарея, что можно здесь посушить вещи, но сделать более теплую, комфортную температуру в самой ванной комнате, если вдруг вы замерзли. Еще здесь есть окно. Также можно проветрить ванную комнату. Есть москитные сетки на окнах. Комары в Москве существуют, так же, как и в Тюмени. И в Сочи. Ну и смотрите, какая раквина. С такими полочками можно все убрать, спрятать. Здесь можно разложить свои косметические средства. Также внизу много полочек. Ну и я вчера отмечала в видео, когда мы заходили, на полу лежит плитка в виде гальки. Для нас это актуально. Мы ее любим, так как живем в Сочи. Ну и придает такой морской стиль. Плитка на стенах тоже выполнена в морском стиле. Здесь ракушки, даже виднеется море. Тоже придает морскую такую тематику этому номеру. Хочу отметить, что в номере очень хорошее освещение. Есть три люстры. И по бокам подвесного потолка есть еще подсветка. Тоже очень удобно, когда ложатся спать детки. Если им вдруг страшно, можно включить эту подсветочку, и будет очень уютно. Итак, друзья, самое интересное, сколько же стоит этот номер? Нам он обошелся, семейный номер, на всех наших четверых, в 3000 рублей. Конечно же, для Москвы такая стоимость невысокая, хотя мы находимся в Домодедово. Для нас очень удобно расположен этот отель, потому что мы едем в путешествие. Нам не нужно заезжать в Москву. Конечно же, мы поедем по ней погулять, но ехать по всем этим пробкам, добираться до центра Москвы и платить большую сумму, конечно же, это неудобно. Это такой перевалочный пункт. К примеру, по пути на юг вы можете здесь остановиться, отдохнуть, побыть пару денечков, посетить Москву и дальше ехать. Мы сейчас с Алексеем посовещались, подумали, что попробуем договориться с Юрием, хозяином отеля, попросить какую-то небольшую скидку для наших подписчиков, потому что сейчас лето, все путешествуют, и вам будет полезна такая скидка, так как это удобное транзитное место для путешествующих. Юрий, сориентируйте нас, пожалуйста, и наших подписчиков. Сколько же стоят ориентировочно цены за номер? Значит, номер в среднем у нас стоит 2500, соответственно, детки у нас размещаются бесплатно, то есть у нас в номерах огромные двухспальные кровати размером 2х2, туда можно всю семью положить при необходимости. В среднем проживание, когда много людей, то мы рассчитываем из расчета 1000 рублей с человека за ночь. То есть в номерах у нас санузлы, микроволновочки есть, чайнички, чай, кофе, но, собственно говоря, все, что нужно, все есть, но не говоря о том, что у нас есть еще и завтраки. То есть вот все, что нужно, к вашим услугам. Юрий, а мы можем организовать для наших подписчиков нашего канала «Семья на море» какую-то небольшую скидку? Да, конечно. Я думаю, любой желающий, кто произнесет промокод «Семья на море» может требовать скидку 10% от суммы проживания в нашем гостевом доме. Мишка, спасибо большое! Вот, смотрите. Ура, ура, ура! Так что обращайтесь, мы рекомендуем этот гостевой дом. Да, приезжайте к нам, ждем вас. Юрий, мы хотим оставить ссылочку нашим подписчикам, потому что нам здесь очень понравилось, рекомендуемый ваш отель и гостевой дом к проживанию. Какую лучше ссылку оставить? На ваш сайт вашего гостевого дома или на букинг? Ну, конечно же, лучше оставить ссылочку на наш сайт, там есть модуль бронирования, и в комментариях обязательно указывайте «Семья на море», и администратор увидит это, сразу сделает для вас скидку. Если не сделает, требуйте. Человеческий фактор все равно присутствует. Конечно, да. Итак, Юрий, большое спасибо, что ответили на наши вопросы, которые будут, естественно, волновать наших подписчиков и кто нас смотрит. Мы еще останемся здесь на одну ночь, сейчас поедем гулять по Москве. Что, понравилось? Да, она мне же понравилась. Еще обязательно сюда приедем и возьмем ваш гостевой дом на заметку. Спасибо большое. Итак, друзья, хочу вам показать, какой у нас завтрак. Посмотрите, у нас шикарный вид на море. Заказали мы завтрак. Мы заказали сырнички, блинчики с творогом, яиченку, жареную сосисочку, также нам подали сметанку, хлебушек. Сейчас будем наливать себе чаек, кофеек и будем завтракать. Все это можно заказать заранее с вечера или позвонить там где-то примерно за полчаса до того времени, когда вы хотите позавтракать. Ну вот такой гостевой дом в Остряково, где мы остановились по пути в Европу. Советуем данный гостевой дом к посещению. Он комфортный, идеально подходит для путешествующих на автомобиле. Ссылочку на этот гостевой дом оставим ниже в описании под видео. Ну а мы с вами прощаемся. Сейчас отправляемся на прогулку в Москву, а завтра продолжим наше путешествие. Всем до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok